В детском саду Чебурашка все готово к главному празднику уходящего года. Сверкает огнями новогодняя елка, празднично украшен зал, за кулисами идут последние приготовления. Джентльмены важно примеряют шляпы, вальсируют красногрудый снегирь, гусары приветствуют дам, а дамы вспоминают танцевальные фигуры. В музыкальном зале собрались родители и юные зрители. На импровизированную сцену вышли артисты из подготовительной группы. Представление началось. Елка в круг нас приглашает, чай для праздника настал. Ребята удивили зрителей не только своим актерским мастерством, но и необычными яркими костюмами. Каждый легко узнал знакомых с детства героев, а также многих других персонажей из сказочного царства. Пока ребята водили хоровод и пели елочки-песенки, известный сказочный злодей Кощей Бессмертный спрятал Старый Год и попробовал испортить Новый Год. У старинный мир, а ведь спрячу я тебя надежно от людей. У Кощеев-Запки мне поверю много-много места и надежно дверь. Все жители сказочной страны принялись вызволять из Кощеева плена Старый Год и спасать Новый. Они пели, танцевали и рассказывали стихи. Мы, гусары, бравые, шагаем левую-правую, лестят на солнце кивира, мы крикнем дружное «Ура!». Мы красавцы удалые, мы, гусары молодые, башни намажут след, шлем мы всем большой привет. Да так складно все выступали, что не выдержал Кощей, отказался от своих коварных планов, попросил у ребят прощения и поздравил всех с зимними праздниками. Затем раскрасневшийся и запыхавшийся Дедушка Мороз по зову ребят пришел в зал. Вот только где подарки оставил, позабыл. Ох, бревно пошло, пошло. Распилилось оно. А бревно-то непростое. Все подарками оно наполнено. Вот оно, ах, чина Кощейушкина проделки. Вот они, полная. Вера в добро и новогоднее чудо победили темные силы. Дед Мороз узнал новые стихи о себе, а дети получили подарки от любимого всеми Дедушки Мороза. Педагоги и воспитатели приложили массу усилий и сердечного тепла для того, чтобы новогодний утренник прошел на хорошем уровне. Вместе с родителями спектакль смотрела заместитель главы администрации города по социальным вопросам Елена Туркатова. Она поблагодарила ребят за представление и поздравила всех с праздником. Я вам всем желаю терпения, удачи, счастья и главное здоровья вам, вашим детям. Пусть все мечты сбудутся, все будет по-доброму. И самое главное, чтобы в нашем доме, каждом в мире, в городе, в городе, в доме. Елена Ивановна вручила грамоты самым активным участникам городского конкурса «Игрушки на елку сделаем сами». Воспитанники детского сада «Чебурашка» принимали участие в конкурсе «Спящая красавица», посвященного 175-летию со дня рождения Петра Ильича Чайковского. Да? Уже много призов и дипломов? Пусть будет еще больше успехов тебе.